Всем привет! С вами Александр и добро пожаловать на новый урок по программе RealFlow. В сегодняшнем уроке мы с вами продолжим предыдущую тему. Это взаимодействие жидкости с анимационной сценой. В этом уроке мы рассмотрим взаимодействие анимационного объекта с частицами гибрида. Казалось бы, что данный урок является полным повтором предыдущего, но сейчас вы увидите маленькое отличие. Как вы помните, в предыдущем уроке, когда мы делали симуляцию автомобиля, то во вкладке ноды в разделе динамик мы с вами просто изменяли пассивное твердое тело на активное твердое тело. И у нас все происходило так, как и было задумано. Но когда мы используем инструменты гибрида, это работает не всегда. Дело в том, что в данном случае, если мы выберем сначала пассив rigid body, пассивное твердое тело, и затем перескочим на активное твердое тело, программа может просто вылетать. Поэтому здесь алгоритм немного меняется. Итак, начало у нас такое же, как и в предыдущем уроке. То есть мы определяем кадр, в котором будет происходить столкновение потока жидкости с автомобилем. Итак, давайте посмотрим. То есть где-то на 44-м, 50-м кадре. Что сделаю я? Я до 50-го кадра не буду трогать динамику автомобиля. А в 50-м кадре он у меня станет активным твердым телом. Итак, давайте нажмем Reset. Выберем команду Yes. Выберем автомобиль. И во вкладке Dynamic, обратите внимание, я не выбираю никакой вид динамики, то есть не актив rigid body, не пассив, а просто оставляю No и ставлю ключ. От K. Переходим в 49-й кадр. Опять записываем ключ с параметром No. Переходим в 50-й. И No изменяем на актив rigid body. Активное твердое тело. Запишем ключ. Так, давайте выставим динамику у дороги. Дорога у нас будет пассивным твердым телом. И произведем симуляцию. Итак, давайте остановим симуляцию и посмотрим, что получилось. Вот автомобиль въехал в поток жидкости. Пошла симуляция твердого тела. И его начало сносить потоком. Давайте немного отмотаем назад. И я немного придвину камеру, чтобы вам было видно. То есть, если бы я сейчас продлил бы симуляцию до конца, то, ясное дело, автомобиль бы сдвинулся у меня еще дальше. Но, как всегда, моя задача показать вам только суть. И, как мы видим, в этом случае программа не дает никаких сбоев. Что ж, на этом все. С вами был Александр. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо тем, кто остается со мной. Если есть вопросы, задавайте. По возможности постараюсь ответить. Всем пока!